Каменный карьер – один из старейших районов Магадана. Здесь когда-то жили сотни людей, сейчас остались единицы. Но и они вынуждены существовать в нечеловеческих условиях. Многие из них живут в разваливающихся домах, которые сейчас сносят. В одном из таких строений вынуждена выживать 76-летняя Мария Шевчук. Женщина рассказывает, 32 года назад, когда приехала на Колыму работать школьным учителем и представить не могла, что благодарностью за многолетний труд станет такое существование. Когда-то уютный и светлый дом на двоих хозяев с годами развалился на части и стал похож на сарай. А этой весной его судьбу окончательно определили власти. Сосед съехал, помещение пустует. По программе сноса ветхого и аварийного жилья часть дома разрушили, а в результате без крыши над головой осталась Мария Марковна. Теперь во время дождя с потолка ручьями льется вода. А свет они отключили мне в октябре месяце 18-го года. Я сколько хотела, чтобы они мне подключили свет, сделали это. Ну, хоть бы чай погреть, то есть, как я без света. В октябре месяце, на зиме как раз. Они говорят, нам мэрия дала указание отключить вам свет. Они просто меня выживают. Новое жилье Марии Марковне обещали еще, когда она работала в школе. И, казалось бы, уже дождалась квартиры, но несколько лет назад с третьего места в списке ее перенесли на 700 строчек вниз, без объяснений. Сегодня муниципалитет предлагает жилье в коммерческий найм. Но, во-первых, по словам женщины, оно немногим лучше нынешнего. Во-вторых, пенсии на съемы и остальные нужды не хватит. А в-третьих, не дают прописку. А значит, никаких гарантий, что завтра она не окажется на улице, нет. Боясь за свое будущее, Мария Шевчук подала в суд. О том, как реагирует на эту ситуацию власти, расскажем в итоговом выпуске в пятницу 31 мая. Олеся Хитогорова, Игорь Радченко. Специально для Службы новостей.